Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы «Законодатели». В этом выпуске. Губернатором Ненецкого автономного округа избран Юрий Бездудный. Избрание главы региона состоялось в воскресенье, 13 сентября, на сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Наградили достойных руководителей исполнительной и представительной власти региона, вручили жителям Ненецкого округа государственные и региональные награды. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год установлена в размере 18 368 рублей. Соответствующий окружной закон принят на очередной 29-й сессии окружного собрания депутатов. Юрий Бездудный избран губернатором Ненецкого автономного округа. Такое решение было принято 13 сентября. На сессии окружного собрания депутатов главу региона парламентарии выбирали открытым голосованием. Срок его полномочий – 5 лет. В соответствии с федеральным законом об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, губернатор Ненецкого автономного округа избирается депутатами собрания депутатов открытым голосованием. Президент России внес на рассмотрение в собрание три кандидатуры. По поручению главы государства обращение на заседание и сессии озвучил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Представляю следующих кандидатов. Бездудный Юрий Васильевич, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. Пинаев Игорь Николаевич, директор государственного казенного учреждения Архангельской области, дорожное агентство Архангельск-Автодор. Смаченков Андрей Владимирович, депутат собрания депутатов Ненецкого автономного округа на профессиональной основе. В окружном законе номер 400 ОЗ предусмотрена процедура избрания губернатора депутатами собрания Ненецкого округа. Согласно нормам этого закона, избрание губернатора округа осуществляется открытым голосованием путем подачи голоса за не более чем за одного из представленных кандидатов. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов 10 и более. Уточняю, каждый депутат голосует только за и только за одного кандидата. Голосование против и воздержался не проводится. Единый день голосования 13 сентября на заседании сессии регионального парламента присутствовали 16 из 19 депутатов. Трое отсутствовали по объективным причинам. Один из отсутствующих депутатов высказал свое волеизъявление в письменном виде и отдал свой голос за временно исполняющего обязанности. По итогам голосования за Юрия Бездудного проголосовали 14 депутатов, за Андрея Смыченкова 2. Игорь Пинаев не получил ни одного голоса. Выборы признаны состоявшимися. По итогам открытого голосования большинством голосов от установленного числа депутатов, 14 голосов, губернатор Нейского автономного округа сроком на 5 лет избран Бездудный Юрий Васильевич. К сожалению, по техническим причинам из-за отсутствия сигнала с передвижной телевизионной станции на пульт АСБ, телеканал «Север» не смог осуществить прямую трансляцию сессии собраний депутатов. В записи заседание сессии было показано в эфире в полном объеме днем 13 сентября. Запись сессии также была размещена на интернет-ресурсах Ненецкой телерадиовещательной компании. Напомним, что Юрий Бездудный был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа указом президента 2 апреля 2020 года. До этого он исполнял обязанности заместителя главы региона. Последующие 5 лет после принятия присяги Юрий Бездудный будет возглавлять субъект Российской Федерации. Уверен, что такой уровень взаимодействия, который уже достигнут, мы сохраним и будем работать вместе на благо нашего округа. Спасибо вам за доверие. Я постараюсь его оправдать. Округ должен поступательно развиваться. Для этого есть необходимые условия? Да, есть. Есть люди, которые способны решать постоянные задачи. Есть органы власти, которые работают достаточно эффективно. Есть программа действий, которая вписывается и в программу всей нашей страны. Есть и трудности, которые мы также видим. И о них мы тоже открыто говорим. Самое главное, конечно, для жителей, для того, чтобы вся та социальная программа, которая у нас принята, она выполнялась и в дальнейшем в полном объеме. Нам, депутатскому корпусу, общественникам Ненецкого автономного округа, хочу напомнить о том, что наша роль заключается не только в том, чтобы указать, где болит, где у нас проблемные моменты в округе, но в том числе мы должны предлагать пути их решения. И не просто описывая порядок каких-то действий, но в том числе и просчитывая финансовые риски, социальные риски. Ну, в первую очередь, что мы пожелали нашему нововведенному губернатору, это пересмотреть систему управления. Та система управления, которая существует, говорит о крайне его неэффективной работе. Это подтверждает в том числе провалы в реализации нацпроектов, особенно в строительной сфере. Это неведенные квадратные метры жилья, дороги, ну и объекты социальной сферы. Вот это первое. И второе, что мы пожелали, чтобы укомплектование кадров происходило из числа наших специалистов, проживающих здесь. Ситуация у нас крайне непростая. Перед округом стоит множество вызовов. Ну, я думаю, они для всех очевидны, их можно не перечислять. И я откровенно не завидую нынешнему главе, потому что перед ним стоит огромный фронт работ, которые не имеют однозначного решения, скажем так. То есть он должен сейчас проявить что-то просто невероятное для того, чтобы весь регион продолжил свое развитие и каждый житель округа почувствовал на себе его заботу. По окончании сессии в администрации округа состоялась рабочая встреча избранного губернатора Ненецкого автономного округа с полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе. В ходе которой стороны обсудили первоочередные задачи, стоящие перед органами власти региона. Сразу после нее состоялась торжественная церемония вступления губернатора Ненецкого округа в должность. Вступая в должность губернатора Ненецкого автономного округа, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации. Вступая в должность, глава региона принес присягу на верность государству и Ненецкому автономному округу его жителям. Вступая в должность губернатора, я серьезно сознаю, какую огромную ответственность взял перед каждым из вас. На инаугурации присутствовали представители федеральной и региональной власти, верхний и нижний палат, федерального собрания, духовенство и общественность. После окончания торжественной церемонии глава региона выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в старом здании третьей школы, где принял участие в голосовании на выборах губернатора Архангельской области. Затем ответил на вопросы представителей региональных средств массовой информации. Для меня такой сегодня волнительный день, и я, признаться, был удивлен даже несколько теми словами, которые говорили депутаты. Понимаю, что это большой очень кредит доверия, и понимаю, что взял на себя огромную ответственность и перед депутатами, и перед жителями, и перед всем округом. Теперь, что касается первоочевидных задач, ну, они абсолютно очевидны. Главная задача, которую я вижу перед собой как губернатором, это развитие Ненецкого автономного округа. И в первую очередь повышение качества жизни тех, кто здесь живет, жителей округа. Это и строительство школы в Искателях, в Нель-Миносе. Это завершение строительства дороги Усинской. Это расширение окружной больницы, пристройка к окружной больнице и инфекционное отделение. Это переселение из ветхого аварийного фонда. И все эти задачи, все эти задачи, они стоят не только передо мной, а перед нами. Передо мной, перед администрацией, перед депутатами, перед федеральными органами. И только вместе мы сможем решить эти масштабные задачи. Я уверен, что у нас все получится. Вновь избранный губернатор после вступления в должность в соответствии с российским законодательством должен определиться и по кандидатуре члена Совета Федерации от исполнительного органа власти. Прежний сенатор, им была Ольга Старостина, слагает свои полномочия. Юрий Бездудный внес в собрание депутатов три кандидатуры на пост сенатора. Депутата Государственной Думы Елены Вторыгиной, депутата собрания Ненецкого округа Валерия Стопчука и председателя Совета депутатов города Нарьинмара Дениса Гусева. Денис Гусев и будет представлять округ в Верхней палате Федерального собрания. Соответствующее решение принято губернатором Ненецкого округа Юрием Бездудным. Денис Гусев родился 26 декабря 1976 года в Архангельске. В 1999 году окончил Поморский государственный университет по специальности «Историк». В 2014 году Северный арктический федеральный университет по специальности «Инженер». С 2000 года по октябрь 2019 года работал в компании «Лукойл» в Нарьинмаре. В 2012 был избран депутатом Совета Заполярного района второго созыва. В сентябре 2013 года депутатом Архангельского областного собрания депутатов шестого созыва. В сентябре 2019 избран депутатом Совета депутатов города Нарьинмара. А в октябре 2019 председателем городского совета Нарьинмара. В 2004 году учредил федерацию бокса Ненецкого округа и руководил ею до 2019 года. Женат, имеет троих детей. Я надеюсь, что он будет активно отстаивать интересы нашего округа в Совете Федерации вместе с Риммой Федоровной, которая сегодня любезно согласилась принять участие в нашей планерке. Римма Галушина остается сенатором до окончания полномочий действующего депутатского созыва. Глава региона дал поручение Римме Галушиной в начале этого года в Совете Федерации прошли дни Ненецкого округа. По их итогам было принято постановление Совета Федерации по целому ряду направлений социально-экономического развития региона. Юрий Бездудный поручил Римме Галушиной сенатору от представительной власти округа подключиться к продвижению этой темы. В связи с назначением Дениса Гусева сенатором исполнять обязанности председателя городского совета до избрания нового спикера будет депутат Гурсовета от фракции «Единая Россия» Александр Терлецкий. Соответствующий документ, согласно которому исполнение обязанностей председателя возлагается на его заместителя, подписал теперь уже бывший председатель городского совета Денис Гусев. Он оставил свой пост в связи с назначением на должность члена Совета Федерации от Ненецкого округа. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный. Александр Терлецкий до назначения занимал должность заместителя председателя совета городского округа город Нарьинмар. В 2019 году избран депутатом Гурсовета по избирательному округу номер 13 «Юбилейный». Был выдвинут партией «Единая Россия». Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год установлена в размере 18 368 рублей. Соответствующий окружной закон принят на очередной 29-й сессии окружного собрания депутатов. Принятие такого правового акта происходит ежегодно не позднее 15 сентября для установления социальной доплаты к пенсии. Расчет величины прожиточного минимума пенсионера происходит по утвержденной формуле, учитывающей значение этого показателя за первый и второй квартал текущего года как в регионе, так и в целом по Российской Федерации. На 2021 год ежемесячный прожиточный минимум пенсионера в округе утвержден в размере 18 368 рублей. В 2020 году 17 956 рублей. Исходя из этой суммы будет производиться расчет социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. По данным отделения соцзащиты, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит порядка тысячи пенсионеров. Финансовое обеспечение расходов на доплату осуществляется за счет регионального бюджета федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется более 92 миллионов рублей. В Наринмаре с размахом отметили день рождения Ненецкого округа. Праздничные мероприятия, посвященные 91-й годовщине образования региона, проходили в Центре арктического туризма 12 и 13 сентября. Одним из центральных событий стало награждение жителей Ненецкого округа, внесших вклад в его развитие. Губернатор региона Юрий Бездудный совместно с председателем собрания депутатов Ненецкого округа Александром Лутовиному вручил жителям региона государственные награды Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. Главное богатство Ненецкого округа, безусловно, его люди. В рамках праздничных мероприятий жители Ненецкого округа, внесшие вклад в его развитие, были удостоены государственных наград Российской Федерации субъектом. Их вручили глава региона Юрий Бездудный и председатель регионального парламента Александр Лутовинов. В округе очень много полезных ископаемых, нефти, даже газа. Но самая большая ценность округа – это люди. Те люди, которые создавали этот округ, которые ковали ему славу. И вот именно этих людей сегодня хотелось бы отметить. И мы обязательно сегодня наградим этих людей, которыми гордится наш округ. Когда мы говорим «Ненецкий автономный округ», это прежде всего наши люди. Это наши заслуженные ветераны, это наша замечательная молодежь. Это все те, которые сегодня трудятся на влага и процветание нашего региона. Поэтому мы с твердой уверенностью можем сказать, что округу быть, округу строиться и развиваться, округу процветать. За большой вклад в развитие здравоохранения, многолетний добросовестный труд, государственной наградой Российской Федерации, орденом почета, награжден заведующий хирургическим отделением Ненецкой окружной больницы Николай Гмир. Побольше внимания в здравоохранение, чтобы бюджет соответствовал тем требованиям медицины, современной медицины, и помогать внедрять высокотехнологическое исследование лечения больных. За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу, почетное звание, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации присвоено тренеру спортивной школы труд Алексею Коткину. Когда я случайно узнал, что такая награда будет не вручаться сегодня, я, конечно, вначале не поверил. Это очень высокий уровень. И я очень благодарен администрации Ненецкого автономного округа, администрации спортовского европейского резерва на труд за такую высокую оценку моей работы. Государственных наград Ненецкого автономного округа удостоены 22 жителя региона. Медалью за особые заслуги перед Ненецким автономным округом награждена учитель русского языка и литературы школы номер один Валентина Кононова. Я считаю, что учитель должен быть отмечен и к нему должно быть самое, что не наесть пристальное внимание, потому что от учителя в этой жизни зависит почти все. Не будет ни врача, ни инженера, ни космонавта, если не будет учителя. Мы, конечно, благодарны органам власти региона за то, что они поддержали наше хозяйство о награждении наших коллег высокими наградами округа, потому что каждый из них отдал, ну, скажем так, наверное, львиную часть своей жизни. Вот если брать Валентина Ивановна Кононова, у нее стаж почти 49 лет. Если брать Надежду Анатольевну, у нее тоже 42 года стажа. Поэтому, действительно, это люди, которые посвятили всю свою жизнь народному образованию нашего региона и, действительно, они получают награды. Мы гордимся тем, что высшая региональная награда будет вручена учителю, который почти полвека посвятил взращиванию интеллектуального потенциала нашего Ненецкого автономного округа. И благодарим инициативную группу депутатов, которые поддержали ходатайство. Также в рамках празднования Дня Ненецкого округа прошло награждение памятной медалью президента России за активное участие в организации проведения общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Общероссийская акция взаимопомощи в условиях пандемии, коронавируса «Мы вместе», организаторами которой стали Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров стартовала 21 марта 2020 года. «Мы с несколькими еще девушками шили маски для медицины и потом еще шили маски для населения Ненецкого автономного округа». «Приятно, что ваш труд, ваши дела заметили, что вас отметили». «Да, очень приятно, спасибо большое». «Это как стимул дальше помогать людям, что тебя видят, тебя запомнили, что вот ты помогаешь». Волонтеры осуществляли закупку и доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, обратившимся за помощью самоизолированным гражданам, а также лицам старше 65 лет, ветеранам, труженикам тыла, детям Великой Отечественной войны. Всего силами окружных волонтеров было передано более трех тысяч продуктовых наборов. Помимо доставки продуктов и лекарств была организована работа волонтерского штаба по обеспечению отдельных категорий граждан одноразовыми медицинскими масками. Жителям округа было выдано более 9 тысяч масок. В регионе продолжается совместная работа депутатов, собрания депутатов Ненецкого округа и администрации по проекту окружного бюджета на 2021 год и плановый трехлетний период. В соответствии с изменениями, принятыми в окружной закон о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе, Департамент финансов проводит предварительное обсуждение заявок, поступивших от главных распорядителей бюджетных средств. Участие в бюджетной комиссии, на которой рассматривалось финансирование Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого округа, приняли участие председатель комиссии по экономической политике и бюджету регионального парламента Наталья Кордакова и депутат Татьяна Федорова. В ходе рабочей встречи с участием представителей исполнительных органов власти под председательством руководителя Департамента финансов Татьяны Лагвиненко обсуждались вопросы финансирования окружной поисково-спасательной службы, отряда государственной противопожарной службы, а также вопросы, связанные с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций в период половодия и пожароопасного сезона. Окружные парламентарии обратили внимание на необходимость выставить приоритеты в важности финансирования с учетом сложности формирования доходной части бюджета, вызванной мировым экономическим кризисом, падением цен на нефть. В частности, Наталья Кордакова предложила снизить расходы на хранение топлива. Еще на одном заседании комиссии по рассмотрению бюджетных заявок с участием депутатов Натальи Кордаковой и Натальи Лысаковой рассматривались вопросы финансирования Департамента цифрового развития и подведомственных ему учреждений. Депутаты рекомендовали пересмотреть расходы на командировки и оплату за участие в семинарах, курсах повышения квалификации. Кроме того, депутат Кордакова обратила внимание представителей департамента на ранее запланированную реорганизацию отделения социальной защиты населения, которое должно войти в состав МФЦ. Также на этапе рассмотрения заявок обсудили финансирование управления имущественных и земельных отношений и Департамента внутреннего контроля и надзора Нинецкого автономного округа. Тематический прием по вопросам здравоохранения прошел в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Прием для жителей округа проводили представители органов исполнительной власти, медицинских учреждений, Роспотребнадзора и депутаты собрания округа. К вице-спикеру окружного парламента Максиму Арбузову за консультацией обратились жители Нарьинмара и Коткина. Вместе с заместителем председателя окружного собрания прием граждан провела заместитель начальника управления здравоохранения Елена Левина. Вопрос первой гражданки касался медицинской помощи на дому. У нее пожилые родители и она одна им помогает. У нее не хватает времени, так как она работает. И родители живут в городе, она работает и живет в поселке Искателе, и у нее не всегда хватает времени. Она просила помочь с помощью на дому, то есть приход терапевта, возможно оказание какой-то помощи прямо дома, я уж не знаю, физиотерапия, такие лечебные процедуры, которые можно проводить амбулаторно. Вопрос сразу же поставили, как говорится, на контроль. Обратившаяся женщина получила необходимую исчерпывающую консультацию. К пациентке был направлен доктор. Еще одна актуальная тема обращений касается работы поликлиник в условиях пандемии. Многие врачи на участках часто меняются, как и режим работы поликлиник, что сказывается на прохождении курса лечения. Одна из обратившихся за помощью просила оказать стационарное лечение на дому. Как пояснила председатель профильного департамента, для этого необходимо написать заявление в окружную поликлинику, и необходимая квалифицированная помощь пациенту будет оказана. Еще одно обращение касалось лекарственного обеспечения в Коткино. Наличие лекарства в аптеках. В частности, ее интересовало наличие мельдония. Как, по-видимому, и врач-лечащий рекомендовал пропить курс этого препарата, но его в селе не оказалось. Ну, этому есть причина, потому что аптека ненецкой формации и сельские аптеки, они должны обеспечивать в первую очередь списком лекарств из списка жизненно важных лекарственных средств. Это обязательная программа, она выполняется. А другие лекарства, это уже по назначению врача и по запросу. В тот момент, когда она запрашивала мельдоний, или фармацевт из села Коткино запрашивал, его не было в списках и в наличии у нашей ненецкой формации. Но, опять же, в тот же день была информация от Елены Степановны, что приобретался мельдоний для некоторых больных специально, кто-то из них отказался, и он был в наличии. Сегодня я выяснил, что мельдоний в Коткино поступил, я думаю, эта гражданка его приобрела. В настоящее время подписано соглашение между ненецкой формацией и региональным отделением почтовой связи на перевозку лекарств. Это позволит оперативно доставлять лекарственные препараты в населенные пункты. Также во время телефонного разговора женщина рассказала, что по медицинским показаниям ей необходимо сдавать биохимический анализ крови. Но в сельской амбулатории не всегда есть реагенты. В связи с этим приходится выезжать в город, чтобы сдавать анализы. Елена Левина заверила, что вопрос проработают с центральной районной поликлиникой. Будут произведены расчеты по требованиям пациентов, и все необходимые реагенты поступят в сельские ФАПы. Кроме того, в условиях борьбы с пандемией коронавируса еще весной председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обратился к членам партии, чтобы они на собственные средства закупили необходимые в борьбе с COVID-19 средства индивидуальной защиты, препараты, электронные термометры. Мы с Александром Ильичом, председателем собрания депутатов, на личные средства купили термометры. Первая партия ушла в июне, это 15 термометров, и 50 недавно к нам пришли, и сейчас, соответственно, мы начнем их распространять по населенным пунктам. Приемы граждан партии «Единая Россия» проходят еженедельно в общественной приемной Дмитрия Медведева. Расписание и график приема можно узнать по телефону 2-16-90. Кроме того, на сайте собрания депутатов в разделе «Обратная связь» содержится актуальная информация о приемах депутатов других фракций. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 24 сентября, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok